День добрый, уважаемые друзья и коллеги! Сегодня мы находимся на поле с подсолнечником и в этом видео мы обсудим такую проблему как ржавчина. Это заболевание довольно распространено практически повсеместно и сегодня вы узнаете какими продуктами и каким образом необходимо с ним работать. Ну что ж, давайте все по порядку, поехали! Друзья, сейчас мы идем вдоль поля подсолнечника, который расположен на границе Рязанской и Пензенской области. Немножко заблаговременно мы прошли по этому полю, посмотрели какое же здесь состояние у растений и увидели довольно-таки большое количество различных заболеваний. Но на 95 процентах растений здесь практически повсеместно встречается ржавчина. Это основная их проблем данного поля, так же как и основная проблема данной зоны. Ну что ж, давайте посмотрим наш контрольный участок и оценим насколько поражены на нем растения. Пойдемте на контроль! В данный момент мы находимся на контрольном участке. За этим участком мы уже наблюдаем в течение всего сезона. Первый раз мы сюда приехали на момент схода подсолнечника и мы отмечали первое проявление ржавчины уже на семидольных листьях. Соответственно, на данный момент что мы можем видеть? Вы хорошо видите, что подсолнечник уже практически поспел. Скоро мы его будем убирать. Что же у нас происходит непосредственно на самом растении? Если посмотрим повнимательнее, мы видим, что все листья растения на каждом ярусе повреждены ржавчиной. Если посмотрим повнимательнее, даже мы видим пустолы на корзинке. Мы все помним еще с времен обучения, что водоносность данного заболевания мог уже достигать в прямых потерях до 35 процентов и 10 процентов может терять урожай в качестве в масличности и в массе тысячи семян. Соответственно, на данном участке потери урожая могут составлять в размере 20 до 25 процентов. Ну что ж, друзья, я думаю, что теперь ни у кого нет сомнений, что с данным заболеванием на подсолнечнике работать нужно и как это нужно делать, какими продуктами, мы обсудим в дальнейшем в течение всего нашего ролика. Для того, чтобы снять первое проявление ржавчины и предотвратить накопление инфекции в нижнем ярусе, для того, чтобы впоследствии инфекция не перезаражала верхние листья, нами на данном участке была проведена обработка препаратом Амикстар Экстра в норме 0,8 литра на гектар. Обработка проходила в фазу 6-8 листьев на подсолнечнике. Ну что ж, давайте посмотрим, какой эффект у нас получился. Смотрите, если мы обратим внимание на живой ярус данного растения, начиная с седьмого, восьмого, девятый, десятый лист и сравним это с растения с контрольным участком, мы как раз его взяли с собой, мы четко увидим разницу, которая абсолютно очевидна. Соответственно, патоген здесь гораздо меньше, чем на контрольных участках, что свидетельствует о том, что развитие заболевания было приостановлено, но если мы посмотрим на верхние ярусы тех же самых растений, мы увидим большое количество проявления именно ржавчины. Так как здесь большая патогенная нагрузка, на данном участке одной обработкой мы однозначно не обойдемся. Ну что ж, друзья, пойдемте на участок, где были проведены две обработки и посмотрим, как там себя чувствуют растения. Понимая, что именно верхняя часть листового аппарата подсолнечника формирует его урожай, мы четко знаем, что вторая обработка на данном поле нам была просто необходима, и поэтому на данном участке мы провели обработку препаратом Амистар Голд в норме 1 литр на гектар. Соответственно, обработку мы провели в пазу звездочка. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что же у нас происходит сейчас на растении. Мы видим, что часть нижнего яруса у нас была защищена первой обработкой, как я и говорил, Амистар Экстра 0,8 литр на гектар. Вторая часть верхнего яруса у нас защищена препаратом Амистар Голд, 1 литр на гектар. Давайте посмотрим и сравним теперь с контрольным растением. Смотрите, друзья, мы все можем увидеть здесь разницу невооруженным глазом. К сожалению, данную обработку мы провели раньше, чем было рекомендовано. Связано это было с тем, что у нас на данном участке нет высококлеерностного опрыскивателя. И поэтому мы были вынуждены провести данную обработку немного раньше запланированного срока. Поэтому, если вы будете планировать проводить данную обработку, учитывайте то, что вам будет необходим высококлеерностный опрыскиватель. И тогда вы сможете, кроме остановки ржавчины, поработать и с серой-белой гнилью корзинки подсолнечника. Это первый нюанс. И второй нюанс. Соответственно, обработка должна уже будет проводиться не по звездочке, а по первым цветкам, по маякам, как это называется. Кроме того, чем интересен для вас будет препарат Амистар Голд. Данный продукт также имеет регистрацию на авиаприменение. Я думаю, что этот факт вам очень сильно упростит жизнь. Еще раз посмотрим на растения с двукратной обработкой подсолнечника. Я думаю, что данная демонстрация убедит и подтвердит любые наши слова гораздо лучше. Ну что ж, друзья, сегодня на одном поле мы увидели, как ведут себя препараты, как следует защищать, на каких этапах следует защищать подсолнечник от ржавчины. Но я не думаю, что вам было интересно слушать, насколько вредоносен данный патоген, насколько эффективны работали препараты. Вам гораздо интереснее будет увидеть, какой эффект получился уже непосредственно в бункере. Соответственно, сегодня на этом участке будет проведена десекация. Пройдя по ссылочке, вы увидите, как именно следует ее проводить. И на протяжении одной недели будут сделаны все учеты. Мы сможем, соответственно, уже оценить эффективность всех продемонстрированных обработок непосредственно после уборки в виде урожая. Ну что ж, друзья, всем хороших урожаев, хороших цен на эти урожаи. И приглашаем вас на наше поле. Welcome! Welcome!